Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Юрия и Лариса Иванова Live. И как обычно, привет вам из Дакоты, из Южной Дакоты. И мы на кухне моей дочери, сегодня мы на ужин будем готовить перцы. Перцы у нас будут фаршированы, но не совсем привычным для нас способом. Это как всегда там рис, фарш. У нас на канале много таких видео есть. С фаршированными перцами, с разными начинками. А сегодня мы будем готовить фаршированный перец с фаршем, с луком, с морковью и с секретным ингредиентом. Ананас! Надо когда-то это тоже попробовать. В общем, сейчас мы будем готовить начинку. Я взяла фарш. Он состоит из 80% свинины и 20% говядины. Теперь у меня луковица. Я 800 грамм взяла, если кому-то интересно. У меня тут 7 перцев, 450 грамм луковка, 250 грамм моркови. А это у меня куриный бульон. Я буду в нем готовить перцы. Для начала. И будет к перцам творожный соус. Ну, для творожного соуса. Я покажу отдельные продукты. Я его никогда не готовила. Как и, впрочем, эти перцы с ананасом. Я нашла у себя тут в записной книжке. Когда я это записала, понятия не имею. Творожный соус с чесноком. Ну вот, сегодня мы будем готовить это. Для начала мне нужно порезать лук. И я его, этот лук и морковь, буду обжаривать на сливочном масле на сковороде. Так что лук и морковь у меня будут готовыми. Измельчили лук. Привычным для нас способом. Идем обжаривать. Морковь я люблю тереть на вот этой терочке. Во-первых, она острая. А во-вторых, мне нравится ее форма. Для корейской моркови эта терочка. Я положила в сковороду 2,5 ложки сливочного масла. И опускаю сюда лук. Буду его обжаривать. Обжарила 2 минутки лук. И сюда же кладем морковь. Обжариваем вместе. Будем сейчас очищать перцы. Нам же нужно их начинить. Вот, видите, какие они аккуратненькие. Это мой позитив. Вот, Аликс, например, мне сказал, что я не должна уезжать. Что они будут кушать? Кто им будет готовить? Кто нам будет готовить? Он сказал, если ты уедешь, Даде будет только бекон жарить. А Маме... Да я дадю. А Маме будет голодная ходить. Ой, ты думаешь, они пойдут такие большие? Да, я люблю крупные ананасы. Я вообще обожаю ананасы. Салат мы уже покушали, весь скушали. Теперь нам надо что-то новенькое. Вчера мы его готовили по перчим. Вы все по вкусу это делаете. Можно... Ты, может, не будешь стесняться соли, а то будем потом ходить, подсолить, подсолить. Чесночка немножко. Доча не дает соль вообще. Ну и я и не солью. Я маме, как сказать, сама выдаю по выдаче соль. Я сказала, тебе нельзя, у тебя давление. Очень сочный будет перец. Что я, что папа? Ты мне столько посолишь, я столько и ем. Да, и вам все кажется вкусным. Да, потому что твоя еда самая вкусная на пепланете. Так вот, девочки, мне повезло. Ну что, фаршируем? Спасибо тебе, мамочка, что ты есть и что ты мне готовишь. Я знаю, что не всем дано такое счастье иметь такую маму, которая готова все бросить. Бросить даже своего мужа на перепути судьбы, чтобы он ел хлеб с творогом и приехать к дочке. Да, это было нечто. Хлеб с творогом. Я в шоке Юрик ЦУ. Опять. Я же ничем не занимаюсь, только ЦУ раздаю и шопингую. Давай дальше. Не кушай творог с хлебом. Вот меня всегда удивляет, пап, ты не обижайся. Почему ты не можешь открыть мамин видео и приготовить то, что она готовит? Ну потому что он не любит это делать, как ты не поймешь. Он просто это делать не любит. Но я, например, не люблю, знаешь, что я не люблю делать? Я вот... Что такое, извините, отвлекусь. Что, Алекс? Алекс страшно любит сниматься в видео. Вот вообще, это просто нечто. Он просыпается утром. Мами, мы когда видео делаем? У него же канал теперь есть. А если маме себя плохо ведет, он ей говорит, я не буду сниматься в видео. Да, он меня уже шантажирует. Что, сыночек? А что такое? У тебя брови там? Your eyebrows? Брови? No. Что? Но это твои брови. Somebody just put a book right here on my forehead. А, окей. Он постоянно кого-то обвиняет, что его кто-то ударил. Смотрите-ка. Actually, daddy did it. Daddy did it? Да. Daddy тебя ударил? Какой бессовестный дадди. Все дадди такие. Да. Вот, я что хочу сказать? Алекс, ты все сказал? Можно мы поготовим перцы? Да, дай нам поговорить. Ты очень много говоришь. Все, иди. Это не твое видео, сегодня мое. Мяу. 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 А, понятно. Он хочет быть везде-твездой. В общем, смотрите, какая красотища. Вот мне так нравится готовить. Мы все-таки талантливые. Все у всех канал есть. Семья блогеров. Что ты делаешь, Алекс? Блин, такие красивые перцы. А что ты с ними будешь делать? Ты их жаришь, что ли, будешь? Или тушить? Нет, я их вот буду в бульоне. Нет, в сковороде. Потому что я бы, наверное, дома их в духовочку поставила. Но так как мне эта духовка совсем не нравится, я буду готовить на плите. Ну, может, мы новую купим, пока вы приедете. Я вот уже подумываю о новой плите. Вот так вот у нас. Тебе понравилась газовая плита? Нет, газовую я не люблю газ. Не переносит газ. Ну что такое? А, Лего готовить собрался. Он же готовить собрался. Ты что? Я забыла. Так, я не знаю. Это можно потом будет еще посыпать сырком. Но мы, наверное, не будем. Я хотела отдохнуть два дня. Это сыра-сыра, да? Алень, тщщщщщщщщщщщж. Так, ставим на плиту. Наливаем сюда бульон. Он у меня посолен уже. Смотри, Алекс. Красиво, да? А почему ты зеленый не взяла цвета? А там нету? Нету? Ты купила цветной. Ну, я думаю, зеленый – это тоже цветной. Ну, у нас нет его. Просто нету. А, понятно. Желтый, оранжевый и красный. Все, ставим на плиту. Я поставила на высокий огонь и закрыла крышкой. И теперь это у меня будет тут вот так вот тушиться. Вот сколько времени у меня бульона. Ну, буду смотреть по перцу, как он будет выглядеть. Ну, минут-то 30-40 точно, наверное, будет. Окей. Я собралась приготовить творожный соус. И вот кому интересно, как он готовится. Это нужно взять стакан мягкого творога, сметаны 4 столовые ложки, чеснока 4 зубчика, соль и зелень по вкусу. Ну, так как у нас творог здесь, видели, какой? Вот такой вот. Он уже со сметаной. Поэтому я буду его брать 300 грамм. Я не буду сметану брать. Я сразу возьму 300 грамм творога. Вот этого. Вот полный стакан как бы, да? Я его отправляю в блендер. Мама, ты же можешь принести эту штучку сюда. И все, я это сейчас перемелю в блендере. У меня нет укропа свежемороженого. Ну, я посыплю сухого сюда. Вот так, вы по вкусу тоже. Соль мне тоже, наверное, не нужна. Хотя нет, немножко я добавлю, потому что будет невкусно. Этот же творог не соленый, поэтому я добавляю соли чуть-чуть. Смотрите, по вкусу. Я напишу, конечно, под видео рецепт вот этого творожного соуса. Вот так. Так как это все равно видео у меня, я такого не снимала. Смотрите, чтобы немножко пожиже это у меня еще было, я хочу разбавить ананасиком. У меня вот здесь вот осталось баночки. Ананас остался? Я сейчас сюда... Это для любителей ананасов. Ананаса его тоже перемелю в блендере. Мне кажется, это будет очень вкусно. Почему бы не попробовать? Ты выключил. Ну вот, я взбивала минуту 20. Вот такой вот получился у меня соус. Вполне себе вкусненький. Так вот, прошло 30 минут. Все готово. Сейчас будем кушать. Немножко зеленого лучка было. Вот порезала, покрошила. Ну вот, что у нас получилось. Сейчас выложим в тарелку и вам покажем. Кладем в тарелку перчик. И поливаем творожным соусом. Как вы думаете, это вкусненько будет? Такая красота. Ну что же, вот так выглядит перчик. Сейчас мы его покушаем. Спасибо, что вы были с нами. И всем всего хорошего. Хорошего настроения. И приятного нам аппетита. Всем пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok